Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. Сегодня беседу со мной будет вести Андрей Куликов, журналист и телеведущий, а также и радиоведущий, правда, ну, громадский радио, все верно. И Сергей Захаров, художник и до недавнего времени даже кандидат в мэры Мариуполя. Да, был грех. Мы с вами будем говорить о том, как найти общий язык жителям оккупированных территорий. Вот я хочу вам задать такой вопрос, начнем с вас, Андрей. А кто для вас свои? Есть ли у вас такое понимание? Свои? Не знаю, у меня, напевно, есть. Я могу предпускать, что свои для меня это те люди, которые готовы к разговору и при этом они заперечивают право Украины на иснование. А для вас? Для меня свои даже те, которые сейчас больны, инфицированы, Кремльевская пропаганда, это те жители на тех территориях оккупированных России, Луганска, Донецка. А чужие? Чужие – это те, кто заперечивает право Украины на иснование. При этом я поделяю то, что сказал Сергей, возможно, я не договорил. Те люди, которые прагнут, в том числе и от Украины, но при этом не говорят, а Украину, або всю приедемо, або знищимо, это тоже может быть свое. А кто для вас чужие, Сергей? Враги, которые взяли в руки оружие и проливают кровь. У нас есть партнер, это интернет-издание «Обозреватель», они знали, что вы будете гостями этой студии, и адресно задают вам вот такие вопросы. Первый вам, Андрей. Во время визита в Донецк вы наконец поняли фразу, что значит услышать Донбасс. Вы говорили, что на оккупированной территории есть с кем разговаривать. Как вы видите интеграцию республиканцев, ну в кавычках, и украинцев? По-перше, я не разделяю республиканцев и украинцев. Частина украинцев стали оцими республиканцами в лапках. По-друге, про диалог я ввел мову задовго до того, как нарешті опинився на оккупированной территории. И я не пригадую, чтобы я сказал, я нарешті зрозумев, что означает услышать Донбасс. Я, можливо, и досі не зрозумев, что означает услышать Донбасс. Но эта фраза может быть трактована, принаймні, подвольно. Я, снова таки, ее вымолю російською мовою. Есть фраза «Услышь Донбасс» без коми, а есть фраза «Услышь Донбасс». Наши звернення до Донбасса. Где, насправді, такі самі люди, як ми, у них свои уявления, ми маємо змиритися і визнати їхнє право на свої уявления. На цьому грунті ми можемо очікувати від них те, що вони визнають наше право на власній прокураті. І, Сергій, теж к вам такий вопрос. Продя плен в застенках ДНР, є ли у вас відповідь, «Как простити тих, хто підтримував терористів, і як общаться з предателям?» Ну, тут треба чітко розділяти преступників, які встали на сторону агресора і позволили оккупувати наші території і тих людей. К представлению, которых ми зараз звуємо нікому, але ума, наверное, немага у них просто-напросто. Вот именно к уявлони вот этому. Вот це уявлони как раз надо немножко буде растворять, розбивати. Ну, ще раз просто, як я говорив, ці люди больні, їх треба лечити. І з точки зрення культури, це, наверное, якраз культура буде лучшим антибиотиком в цьому лечі. Ну, то есть ви считаєте, що предательство – це болезнь? По-більшому. Дополучно, більшому випадку розвивається. Вот, кстати, вот уже от обозревателя мы услышали вопрос, а теперь мой вопрос. Вот была петиция, да, на сайте администрации президента лишить гражданства за сепаратизм. Порошенко сказав, что он обратиться в парламент, чтобы парламент тоже, ну, разработав законопроект или, в принципе, дал оценку этому. Как вы считаете, ну, Андрей, Сергей, я вот, кто первый возьмет, тот и ответит, президент правильно поступает, допуская, что можно лишить гражданства за сепаратизм? Вот тогда надо, конечно, определить четко, что такое быть сепаратистом. Я думаю, да, это стационар, который надо поместить на некоторое время, чтобы все-таки эти люди не влияли на политическую ситуацию. То есть приостановить их некие гражданские права. А вы как считаете? Давняя радянская практика, так, вражение о правах. Для меня, насправді, частина ответов в вашем вопросе або в вашей пропозиции спершу чётко з'ясувати и визначити, что такое сепаратизм. Когда своего часу развернули кампанию проти побутового сепаратизма, и на этих бигбордах было написано, что побутовый сепаратизм – это тот, тот, тот. И один из рядов был тот, кто ожидает на приход русского мира. Вот тут у меня величезное запитание. Людина лишь ожидает на приход чего-то. Она ничего для этого не делает. Это ее доказательство. Мы можем 120 раз их заперечивать и не согласиться. Мы возвращаемся к радянской практике засуджения за доказательство. Или за намерение. Как помните, Minority Report. Фильм, да? Где полиция начинала арестовывать людей до того, как они совершили бы какое-либо преступление. Ну, вот что-то вроде этого. Поэтому, в принципе, избавление гражданства, напевно, возможно и законно за правильные и доведенные злочины против государства, против общества, против своих співгромадян. Но, ну да, это сложная процедура в том числе. Вот на прошлой неделе в Харькове вы, Сергей, там были. Было организовано писателем Сергеем Жаданом конференция, где обсуждалось, как наводить диалог с Донбассом. На этой встрече Сергей Жадан также пригласил Елену Заславскую, которая, ну, это поэтесса, которая поддерживает Луганскую народную республику, так называемую. Ну, реакция была молниеносной и, скорее, однозначно негативной. И ожидаемой даже. Вот я хочу дать послушать и вам, и зрителям, что говорит Сергей Жадан по этому поводу, и кусочек диалога поэтессы из Луганска с участниками форума. Можно перед тем уточнение, чья реакция была однозначно? Участников. Участников именно общения. То есть те, которые были там. Не столько участников, там было много североприятий. Нет, потому что в сети была разная реакция, это правда. Пожалуйста, від. Мы запросили 30 человек, очень разных людей, из разных стран, с разными взглядами, с разными впечатлениями, среди них, так, Заславскую. Запросить Заславскую моя особистая идея, который, насколько я понимаю, въезд на территорию Украины не заборонен. Себто, мы можем Заславскую заслуживать этично, морально, эмоционально, но, послушайте, мы правова государства. Давайте керуватись какими-то законами, давайте керуватись Конституцией. Всім было набагато зручнейше и комфортнейше говорить про ворога заголовно. Про ворога абстрактного, якого ты не бачишь. Особливо тем людям, которые сидят в Харкове, не вылазят с Фейсбука и считают себя великими радикалами. Готовы ли вы сами, как личность, нести ответственность за вот эти побои? Мне, к сожалению, не дали фото, но ввести на экран. Это фото Вячеслава Бондаренко, который был в тюрьму, который мы выбили. Да, я готова нести ответственность. Я имею представление, что такое война и какие преступления совершаются во время военных действий. Но только в том случае, если вы будете нести ответственность не за реформы, а за убитых детей, за убитых женщин, за погибшее мирное население. Нет, в Луганске, в Донецке. У вас мает название парад полоненных. Скажите, пожалуйста, ваша думка митца на цей реформации. Вот если вы себя видите, вы активный участник, например, вы просто гридач цивно. Смотреть на то, что происходит, и молчать невозможно. Просто каждый участвует, наверное, по-разному. Кто-то с помощью оружия защищает свои идеалы, а кто-то словом. Что касается Моторолы, которого я прославляю, я могла бы рассказать о том, что это стихотворение было ответом на ироничную пародию моего поклонника, которое было написано полгода назад и было разыскано в недрах моего живого журнала или моего сайта и вытащено спустя полгода. И, собственно, все это начиналось как литературная игра, а вот обернулось в прославление. Он герой? Он герой? Мой герой? Мой отец. Мой герой. Моторола? Ну, в какой-то мере, да, тоже. Наверное, нужно начинать вот с диалога, с попыток диалога. И большую роль в этом должны сыграть журналисты, чтобы донести точку зрения. Говорят здесь активно, но, тем не менее, я единственный здесь представитель отличной точки зрения. ну, противоположной точки зрения на эти события. То есть, не зря вот появилось такое выражение услышать Донбасс. Вы хотите, чтобы кордон закрыли между Луганском, Донецком и Россией? Нет. Почему? Потому что Россия у нас не воспринимает Россию как врага, только как друга. И когда в Луганске не было света, воды, связи, гуманитарные конвои шли только с Россией. Вот такой получился непростой диалог. Вот вы, Сергей, как участник этих, ну, не событий, да, этой встречи. Что осталось за кадром, да, что стоит тоже нам всем знать? Ну, я бы, знаете, что отметил. Вот, когда была открытая встреча в стенах Харьковского университета, и Заславская выходила, молодые люди, радикально настроенные, встречали ее у входа. Назревал такой скандал, и ее оттесняли, как бы защищали люди, не харьковчане, а люди из Луганска, которые тоже прошли плен, которые все это видели, они встали на ее защиту, чтобы ее никто не тронул, и не произошло никаких провокаций. Скорее всего, наверное, вот люди, которые выходцы из Луганска, Донецка, беженцы, да, они, наверное, больше понимают ситуацию, они понимают, что если человек въехал, если к ней нет никаких законных претензий, она должна присутствовать, она должна выехать в целости, в невредимости. А те ребята, которые, ну, слишком, наверное, эмоционально выражали свое мнение, они, наверное, играли больше на руку ей, скорее всего. Я им говорил, то есть, вот мое мнение, если вы хотите действительно каким-то образом дать пощечины, вы ее просто не замечаете, игнорируйте. У нее фамилия Заславская, она приехала за славой. И вот вы видели бы ее лицо, она светилась от счастья именно в тот момент, когда вот все внимание было привлечено. То есть, собственно говоря, сыграли ей на руку, оправдали ее ожидания. Но вот вы также писали, что, в принципе, приглашение Жаданом Заславской на эту конференцию, это было, ну, вы назвали это троллингом, да? Да. Но Жадан говорили, что это начало некого диалога. Вы знаете, я был поставлен в известность о том, что мне придется встречаться с этой особой, уже, ну, будучи в Харькове, на самом деле. Первая реакция, конечно, была, ну, какое-то вот отвращение, действительно, да? Я не понимал, зачем. Зачем человека этого пригласили? Ей дали возможность высказаться. Это, ну, первое ожидание, да, поэтесса. И вот, ну, я уже повторяюсь, я это рассказывал на радио позавчера. То есть, вот те ожидания, я думаю, человек, который обладает словом, он будет жечь этим поэтическим слоган, да? Нырять в глубины, подниматься на вершины поэтического этого слога, вербального объяснения, причин того, что произошло. Ну, только и стоило открыть рот, в принципе, картина стала ясна. И, наверное, другого человека, вот, представляющего культуру, наверное, там не будет в ближайшее время. Ну, и по факту, вот, диктаторская режима, который существует, наверное, такие люди просто не пробьются. И, наверное, вот это хороший показатель того, что ожидает Луганск, Луганск, Донецк. Ну, в случае, конечно, продолжительного окупации. Вот, Андрей, как вы считаете, этот диалог мог пройти как-то иначе, или он был обречен на то, как он пройшел с самого начала. По-перше, я не отримал повного уявления про то, как пройшел диалог. По-друге, за кадром для многих осталось с тем, кто, кто, влажно, инициировал запрошение Заславской. Сергей Жадан, один из лидеров Харкевского Майдана. Людина, которая не боялась рисковать и становищем, и здоровьем, ну, и майже життям рисковал. Я был в Харкове, когда российские агенты и пророссийские настроенные украинцы брали штурмом Харкевскую областную раду, областную администрацию. Выкидали звезды, и, ну, дивом, на мою думку, никого не убили. Так, но и евромайданцы, которые до того окупировали администрацию, убили, и так далее. И Сергея Жадана в тот час убили. Он находится в себе селе видоми его переконания, видома его патріотична позиция. Вот для меня те, что он решил эту людину запросить, есть еще одним виявом его патріотичной позиции. А те, что Сергей и, справедливо, мы почули тут, что не очень володяя словом пані Сославской, это, до речи, властиво многим поэтам. Они хорошо пишут, но не очень хорошо разговаривают. В том числе и свои вірши не так добре читают. Так вот все показывает, что нам немає чего бояться публичного диалога. И не тільки с пані Сославской, а в том числе и с теми, кто претендует на владу в так званых ЛНР и ДНР. Ну, смотрите, в последнее время часто звучат призывы к диалогу с жителями оккупированных территорий. В первую очередь с жителями, не с теми, кто руководит там. На каждый такой призыв слышно столько же аргументов против этого. Вот, например, Денис Казанский, журналист из Донецка, он написал такой пост, я сейчас покажу фрагмент видео, это произошло в Стахканове в Луганской области 3 мая 2014 года. Помним, что 2 мая произошли события в Одессе, то есть эмоции просто зашкаливали. Там какой-то человек, ну, не совсем понятно кто он, прошел мимо толпы так называемых антифашистов, и он сказал, что он украинец. Ну, и вот, что было потом. Пожалуйста. Украина, нет! Украина, нет! Украина, нет! Украина, нет! Украина, нет! Отрушай, люди хороые! Ну, это всего лишь фрагмент этого видео. Человек был сильно избит, остался живым, его не убили. Там были люди, которые пытались добить его лежащего. Другие, которые также за ним гнались и кричали, самые нехорошие слова, его адрес отталкивали тех, кто пытался навредить еще больше этому человеку. Поэтому там тоже в какой-то момент разделились люди. Но вот что пишет Денис Казанский, комментируя это видео. Я не готов слышать людей, которые используют такие взгляды. Sorry. Я просто не понимаю, что в такой позиции можно уважать. Какой диалог можно наладить с фашистами и погромщиками? Ну, мы видели то, что мы видели. Это мнение Дениса Казанского, лично его. У многих такое мнение. Не будем скрываться. Но, как вы считаете, Сергей, как человек оттуда, да? Да, давайте посмотрим. Мы посмотрели это видео. И вот ситуация, которая была за Славской, наверное, она была другая, да? Стоило как раз сравнить вот эти две ситуации. То есть она въехала, ее выслушали, она въехала. Толпа не бросалась, толпа не рвала. То есть это уже показывает какое-то наше лицо. Поэтому вот если наложить эту ситуацию на ситуацию с приездом за Славской, нам надо поставить большой плюс. Но я думаю, что можно пригодить и другие ситуации, когда нападали и пытались побить, а не били. Тут справа в том, что люди изменяются. От того же, у березня минулого року, подчас штурму Харковской областной держадміністрации, меня били только за то, что я разговаривал українською мовою, выполняя при этом свой профессиональный журналистский облизок. Десь за півроку на той же самой площади свободы у Харкови до меня подошли чоловек и жинка среднего века и сказали, вы знаете, мы сейчас изменили свою думку. Вот тогда мы были, ну, сказали, что они меня не штовхали, ничего, но мы были на боке тех, кто это делал. Сейчас мы считаем иначе. И они даже извинялись перед мной за то, что тогда произошло. И я снова наводжу пример Сергея Жадана, многих других людей. И, до речи, Сергей, который тут разговаривает спокойно, он изваживает, ну, извините, что я в третьей особе про вас скажу, так, он изваживает и не мажет всех чорною фарбой. Люди есть разные. Раз, они способны изменяться. Два, то, что кричат, что Украина нет, Украина нет, это как раз те, про кого я сказал, кто заперечивает существование, або право Украины на существование. Но, прежде чем вести мову про повагу, про что ведет мову пан Казанский, попробуем понять причины, с которых они это говорят. Да, тут, конечно, правда, важны причины. Ну, вот, 3 мая 2014 года основная причина – это были события в Одессе, да, когда умерло около 50 человек. Причем умерли они, как тогда говорили, да, их как будто бы националисты, украинские националисты подожгли и сожгли в доме Кавсоюза. Не меньше было и версии навпаки, что они ледь не сами себя спорят. Не сами себя, тоже была такая версия. Ну, это вот первую версию озвучивали из российского телевидения, которое смотрели в Стаханове, скорее всего, да, другую версию озвучивали в Киеве, например, да. Вот, смотрите, 13 декабря в Киеве прошла конференция TEDx Киев 2015. Там принимало участие и Росав Грицак, и Евгений Глебович, Медицкий, медиаэксперт, руководитель компании ProMoba. Да. Вот он говорил о развитии Украины и что для этого нужно. Вот, в принципе, говоря об обществе, он говорил, что обществу стоит узнать несколько слов новых для себя, наверное. Одно из этих слов – это субсидиарность. Да. Вот, что это означает? Что практически это означает, да, что проблема должна решаться на самом низком возможном уровне. Вот мы видим, что минские договоренности, какими бы плохими они ни казались, да, или хорошими, они не находят у тех, кто подписывал эти документы, ну, конкретных действий, да. Все их нарушают, кто больше, кто меньше. И явно такое впечатление, что Порошенко с Путиным не договорятся. Да, они не примерят, уж точно не примерят они украинцев, да, которые на оккупированных территориях. Или у вас другое мнение, могут ли они это сделать? У меня другая думка в том плане, что они могут договариваться. Но это не означает, что они примирят украинцев. Да, самое важное – это как раз примирение. Вы говорили, что привели пример. Жители из Луганска, которые прошли плен, которые на себе ощутили всю прелесть диктатуры русского мира, которые защитили поэтессу Заславскую. Ну, свою. Ну, свою. Ну, условно. Из Луганчан. Вот возможно ли… Я не знаю, конечно, все разрознены, те же переселенцы. У всех своя судьба, свое мнение. Но возможно ли использовать именно переселенцев, как наводящих мосты с теми, кто остался там. Остались тоже люди по разным причинам. Да, те, кто остались, потому что им некуда выехать, с ними будет проще. Но многие остались, потому что они верят в то, что ДНР или ЛНР – это реальные государства, что у них есть реальное какое-то будущее. Детям там в школе показывают книгу героев ДНР. Где есть Захарченко, который устраивал марш пленных, где есть Моторола, где есть Гиби. И детям это рассказывать с ним будет еще сложнее. Вот как вы считаете? Смотрите, в любом случае наши территории нам вернутся. Эти оккупированные территории будут освобождены. Ну, в этом как бы никто не сомневается. Это вопрос времени. Каким путем это произойдет? Путем сокрушительного удара наших войск? Вряд ли, да? То есть перевес все-таки баланс сил тут неравный. Скорее всего, вот путем, наверное, просветления тех голов, которые оставятся на оккупированных территориях путем международных каких-то соглашений. И в любом случае нам рано или поздно придется находить общий язык с жителями. Переселенцы, они почему ближе к этой теме? Потому что, ну, каждый, наверное, ежедневно общается, звонит там своим родственникам, друзьям. Кто-то занимает другую позицию. Ну, понятно, допустим, я лично порвал все отношения с теми товарищами, с которыми я дружил, и еще которые в мае, там, прошлого года, в апреле, кричали «Путин, Бог!» и «Россия, помоги!». Но, тем не менее, они не взяли мои товарищи, но я беру себя лично, да, в руки оружия, и они продолжают наслаждаться тем, что сейчас там. И я так думаю, ну, рано или поздно прозрение придет, а если оно не придет, ну, вот тут как раз надо, не знаю, вот такие, как я образно говорю, наверное, какое-то лечение. Вот, ну, и, наверное, лечение все-таки руками, скорее всего, да, вот эта вот прослойка, о которой вы говорите именно прослойка преселенцев, они, наверное, больше чувствуют, потому что люди, которые сидят, ну, где-то далеко, для них война все-таки это в экранах телевизора, да, вот они не почувствовали, на самом деле, что такое война. Вот, смотрите, по поводу, поменяют идею, потом вопрос к вам. Вот, согласно данным Левада Центр, о которых сегодня писал российский интерфакс, 85% россиян узнают о новостях по телевидению. Однако, вот есть тенденция, которую я даже не мог подозревать. Сравнили данные доверия к новостям, увиденные на телевидении, 2009 года, тогда доверяли телевидению 79%, а сегодня, то есть в 2015 году, вот в декабре, 41% доверяют тому, что увидят. Это в России. Но, опять-таки, в России они войну увидят по телевизору. Они не слышат грохоты, они не видели, не чувствовали запах крови и так далее. И, скорее всего, не погибли там их родственники. Вот, что надо такое показать по телевизору, что надо такое сказать на радио, да, чтобы жители Донбасса, Крыма поменяли свое мнение относительно Украины. Это название еще одной оккупированной территории. И я все ждал, когда мы вспоминаем про Крым. Что надо показать правду, показать и сказать правду. И я вважаю, что мала рацию Олена Заславская, когда там прямо или не прямо сказала, что нужно не заперечивать те плохие, что есть с украинского боку. Я вчера был на сборах, на которых были предприниматели, переселенцы. Частина из них работает только на контрольном Украинском уряду территории. Частина работает и там, и там. Частина ездит. И, знаете, они, они, патріоти Украины. Когда они рассказывают о том, с какими трудностями они делают блокпосты, они спершу не скажут, чьи блокпосты они делают с трудностями. Их надо двече, або трече перепитать. Так, а на каком блокпосте это произошло? Кто стоял на этом блокпосте? И десь с другого или третего раза они говорят, ну, это были украинские солдаты, да? А вот эти ДНР, ну, с ЛНР там не было никого. А ДНР, они проходят без проблем. Я перепрошу, мы будем и в этом звинувачивать террористов и сепаратистов, чем мы поднимемся на себя, прежде всего. Вот я думаю, что когда мы и не только для зовнишнего споживания, и не только для тех людей на окупованих териториях, и в Криму в том числе, будемо разговаривать, а будемо насправді и свое життя перебудовывать, и своих питать, и себе питать, так само суворо, как мы питаем из тех людей, тогда возможен между нас диалог. Ну, а что до... Я просто хочу пояснити, почему я так наполягал на том, что я радиоведучий. У меня есть программа на одной из киевских радиостанций, уже 4 года, музычная программа. И вот, начиная с войны на Донбассе, я же не выкинул звезды тих музык, которые и сейчас там, и сейчас пишут музыку, и сейчас записывают. Людина написала, людина в Горлевце, мой друг Антон Бессонов, написала рок-суіту, блокпост называется. И там есть, значит, 4 сюжета, 4 фрагмента цієї суети, блокпост, литний град, мы понимаем, в каком смысле, «Підвал и Перемирье». Ну, как не заграти цю штуку, которая створена там, просто под вражением. И хотя, скажемо, супровидный текст, который мне пишет Антон, он, моими поглядами, не сбегается, но это его право, будучи там, все это переживаю, вот так вважать. Я думаю, что это один... Я был в Артемьевске, там ныне его Бахмутом называют. Там есть очень классная, невеличкая мистерская галерея. На какие доси висит, что она сбудована, завдяки там братам Клюевым, и так далее. Всередині виставка художников з цього и з іншого боку. З іншого боку, там мало творог представлено, но они есть. Они не есть образливые, ни для украинцев, ни для Украины, и думаю, что не образливые для мешканців. Я думаю, что это один из способов. Вот по поводу отличий Крыма и Донбасса, ну, кроме очевидных, вот, надо же на разном языке говорить с жителями Донбасса и жителями Крыма, или нету разницы? Ну, потому что одни почувствовали войну на себе, другие только испугались вначале, да, и теперь надеются, молятся, чтобы у них было только мирное небо над головой. Это они говорят очень часто, крымчане, которые, ну, живут непосредственно на оккупированном полуострове. Може Сергей. Ну, как раз мне сложно здесь что-то прокомментировать, потому что, ну, как бы Донбасс ближе ко мне, да, вот, я, наверное, не... Ему не складно. Почему? Потому что я сейчас тут. И хотя я один раз, скажем, был в Донецке, и, ну, достаточно часто я бываю в прифронтовых зонах, Мариуполь, зокрема, вот, в Крыму я не был с 5 березня минулого року. И могу спираться лише на поведомления украинских засобов массовой информации, которые, на мою думку, не дают ані повної, ані часто объективної картини. Перш за все, того, что касается реакции людей на какие-то дии, которые походят с украинской территории. У меня залишилось в Крыму несколько близких друзей. Вот одна из них была проукраински настроена, аж до какого момента? ДНРК-блокады. Так. Вона працює лікаром. И она мне наступного дня написала, Андрю, сегодня в лекарне, светло было лише 2 часа. Майдан, и там зокрема використовується вжитого слова Путина, которые, мы посмотрим, как эти военные будут стрелять в своих людей, вы прекрасно запомитаете, мы, мовляв, мирных поставленных прав, а наши будут стоять за ними. Так, окупационная влада творит боз на что. Потому что, насколько нам известно, у нас сейчас же есть хорошие связи с Крымом, несмотря ни на что, военные объекты не пережили то, что пережили все цивильные объекты. И это природно, потому что в интересах окупационной влады забезпечить военные объекты, они на них спираются, но мы должны проработиться не только физичный эффект своих действий, но и эффект, который справляется на людей, которые там есть. И мне кажется, что высший интерес государства и украинского общества не в том, чтобы задать физичную шкоду, ну, материальную шкоду окупованим территориям и тем, кто там сейчас пытается быть при владе, а в том, чтобы дбать о том, с каким настроем до нас эти люди ставятся. Первая задача, наверное, украинского государства доносить людям на оккупированных территориях, что они думают о них, что они не брошены, что Украина их любит. Но этого не делается ни на каком уровне, и пока кроме антигуманных совершенно мер по пересечению вот этих границ, наверное, ничего не сделано, потому что страдают в принципе не террористы, страдают обычные люди. Можно еще один приклад на виду развития того, что Сергей для меня это трагический на самом деле приклад. Многие из нас были вражены трагедией с автобусом под Волноваховым. Вы помните? Да. И у нас была национальная жалоба из всего. Приблизно в тот самый час у Горлевси кілька людей загинули на тролейбусной зупинце. За утверждениями украинцев, украинской влады, это справа рук кого? Сепаратистов. Я перепрошу, а те люди, которые погибли в Горлевси, они не были украинскими гражданами? По них не треба было, но если на национальную жалобу, то бодай висловить співчуття. И тут есть большое моральное вопрос. Или мы действительно считаем их своими на данный момент, и потом будем 解释ать, насколько мы одному своими, или мы скажем, все, ты по тот бік, мы от тебя отмолились. Так не можно. Вот президент Порошенко создав Совет по вопросам национального единства. Какие цели у этого Совета? Само собой, укрепление национального единства, развитие национального самосознания, восстановление исторической памяти украинского народа. Это очень сложно, мне кажется. И там целый ряд еще каких-то там целей, которые будут преследовать этот Совет. Вот Сергей, извини, Андрей, вот я читал ваше интервью по поводу этого Совета. Там 30 человек этот Совет, там есть и министр образования, и министр культуры, и очень уважаемые люди, такие как, не знаю, Владислав Троицкий, Иван Малкович, ну вот, и не знаю, там Ирина Бекешкина, ну не будем всех, а дорога и так далее. Вы сделали одну такую ремарку, все, конечно, хорошо, но в этом Совете национального единства, да, есть два крымчане, ни одного, кто бы даже родился, не говоря уже, кто бы там жил, там, в оккупированной части Донбасса. Да, даже не в оккупированной Донецкой, Луганской Да, насколько я знаю биографии этих людей, то нема ни с Донецкой, ни с Луганской областей реально людей. Я думаю, что это как раз будет вытравлено. Мы знаем, как часто такие ради створятся, чтобы их сначала создать, заявить про них, а потом уже наполнивать и с местом, и с людьми. Тому, поскольку там передбачена возможность кооптации, то я думаю, что уже незабарно там появляются люди из Донбасса за такими умовами, что они будут сгодны увейти до цієї ради. И это, до речи, покажет ступень доверия до официйных украинских властей, и до этого органа. Если люди из Донбасса переселенцы, не переселенцы, конечно, первое, мы сейчас говорим про территорию на этот бек линей размежения, они захочут и увейдут, тогда есть шанс на успех великий. Если не шансы цей будут набагато меньше. Ну и все самый дискурс, перепрошу, на слое, публичных переговоров, публичного диалога, с которого мы начинали. Потому что иногда заявка, сделана публично, способна спонукать других, в том числе власти, и так далее, до действий. Им можно и нужно подказывать. Да. Ну, опять-таки, это уже обращаюсь и к Сергею, и к Андрею. Вот цели, которые есть у этого совета. Восстановление исторической памяти украинского народа. Это один из, которые я уже говорил. И усиление функций государственного языка, как объединяющего фактора для украинского общества. Как раз история языка, это то, что нас, как это странно не звучало, но это то, что нас разделило и разделяло многие годы. Как украинский язык может стать объединяющим для всей Украины. Особенно после всего того, что произошло. Как историческая память украинского народа может тоже стать объединяющим фактором. И как относиться к тому, что произошло, это же тоже уже история. Я имею ввиду захват Славянска, это история. Сбитый Боинг, это история. Марш пленных, это история. Как это трактовать? Там говорят, что Моторова, Гиви и Захарченко герои. Что у нас говорят, как потом через 20 лет будут общаться нынешние школьники между собой. А даже 20 лет нужно ждать. По-перше, попробовать, чтобы они общались между собой сейчас, а по-друге, подумать про то, что в Украине еще полтора года кто-то был героем, сейчас про них не слышу, а ведется следствие, а постепенно чутят звенувачения на их адресу. Думаю, что с таки случаются с Геви, Моторолею, Захарченко, ким за угодно. У меня есть знакомые в фонде онкохворых детей, допомоги онкохворим дитям КРАБ. Это обычные украинцы, украинские патріоти, и у них были традиционные связки с подобной организацией в России. Они ездили до Санкт-Петербурга и до других мест. Потому что детям с подобными проблемами важно общаться между собой. И когда этого года перед ними стала такая самая проблема, они спершу завагалися, но очень быстро откинули эти вагания, потому что есть дети. И они поехали до Санкт-Петербурга, просто пытались не вводить политику в эту штуку, но это дети. Мы, взрослые, настолько, насколько мы взрослые. Можем визначать свои позиции. Как украинская мова может стать объединочим фактором для украинцев? Какие проблемы? Если не сказать, что ты Маша, то давай паняй звезды, то она может стать. И таким людям, которые говорят, что ты не разговариваешь с Россией, то ты не украинец, тебе тут не место, и так далее. Я говорю, спершу спробуй навчити цю людину украинской мови, покажи, какая она хорошая, насколько она удобно использовать. Я думаю, что форсирована какая-то украинская мови, неожиданная. Представим себе уже территория, она пойдет только во вред. Здесь время уже сгладит эти острые углы. Посмотрите на Славянск, день вышиванки, допустим. Сейчас все с удовольствием принимают участие. А недавно же этот город чуть ли не позиционировали, как Сталинград, и вообще это чуть ли не там рубеж борьбы русского добра с нашим национальным, якобы фашистским злом. Поэтому потом у человека будет выбор, и уже он будет выбирать тот же украинский язык, как идентификацию себя, как гражданина этой страны. Но все это надо, это все время. То есть ни в коем случае никаких вот каких-то таких насильственных действий не должно быть. И пропозиция качественного продукта. Вот есть телевизионный радио, качественный украинский продукт. Люди его смотрят и слушают. Поступово барьер снимается, поступово кто-то из них начинает разговаривать украинский. Как он начинает разговаривать, то, принадлежит припиняя отторгать. Ну да, вы начинайте понимать. Вот у нас осталось совсем немного времени. Еще два события, которые произошли в Киеве, здесь неподалеку. 13 декабря несколько сотен милиционеров, которые не прошли аттестацию и уже не смогут продолжить работать как в рядах национальной полиции, устроили пикет под зданием Министерства Министерства внутренних дел. Вот давайте посмотрим, видео очень коротенькое, там просто очень важный нюанс есть. Пожалуйста. Почему нас не спросили, как ее сделать? Мы видим ее шире. Вы поймите правильно, практика всегда идет впереди, чем законодательство. Орган Верховной Рады всегда опаздывает. Я вел такие дела, которые вот в 2001 году был принятый кодекс, уголовный кодекс Украины. Самое интересное, что штук 15 статей просто не рабочие. И Верховная Рада Украины их не доработала за законодательством. То есть есть норма УГА, которая ссылается на другие законодательные акты, но они не приняты. У нас есть большие проблемы социальные, милиция их пытается решать сама в приватном, в собственном порядке. Как это так поступать? Я вам скажу так. Каждый, кто здесь стоит, каждый, кто сюда пришел, он пришел сюда по совести. И он, значит, живет по таким законам. Вор должен сидеть в тюрьме. Если не знаешь, как поступить, значит, поступай по закону. И только так нужно жить. Мы не каста, мы не отверженные люди, мы не какая-то там кто-то непонятный. Получается так, есть громадяны Украины, есть милиция. Что-то такое. Я не называю всех огульными ментами. Но когда новая патрульная полиция останавливает племянника Фирташа, который 8 лет жил в Киеве, находясь в розыске, сбив ДТП двух человек, почему его за 8 лет не остановил ни один ГАИшник? Останавливали и отпускали за деньги. Почему плохо думают о милиции, когда в 2009 году в одном из райотделов Киева студент, которого взяли после какой-то пьяной драки, падает якобы с лавочки и умирает, а потом вся милиция прикрывает начальство этого райотдела. Вот потому нас так и называют. Практически всех нас всех нас представил злоумышленниками, преступниками. Нарушена в этом законе полиции основная основная диспозиция. Презумпция невиновности. То, что вышло, ребята, еще с римского права. Если одного пощадить преступника, а остальных посадить, вы понимаете, это глубейшее нарушение. Лучше выпустить двух преступников, но не посадить невинного человека. Вот мы сейчас говорим о диалоге, поэтому не будем вдаваться в детали закона и непосредственно протеста. Но вот слова, которые прозвучали у первого выступающего, который мы видели. Вот есть украинский народ, а есть милиция. Но на самом деле это так. Есть украинский народ, разные граждане, а есть представители украинской власти за 25 лет. Так на милиции? Не только милиция. Есть представители украинской власти, потому что о метастазах, о которых говорят все, таких коррупционных, у них много соучастников. Это как при любой диктатуре, нацистов, например, тоже в Германии было много соучастников Шоа. Правильно? Как найти общий язык с коррупционерами и теми, кто помогал этому режиму, который, мы радуемся, что мы его свергли, функционировать? Как находиться с ними общую мову? Да, потому что они наши соседи могут быть. Да, довести им, что своего часу Егор Соболев такую инициативу запустил, сейчас народный депутат, а был колись наш коллега, журналіст. Краще не брехать инициатива. Так вот, довести им не гаслами, а справді довести, лучше не давать и не брать хабарь. Ваши доходы увеличиваются не от того, что вы кладете собі або даете комусь на лапу, а от того, что вы можете нормально зарабатывать. Дуже много людей, за моими спостережениями, они оценивают такую возможность. Им часто просто не давали даже чувствовать смак реального зарабатывания пристойных грошей. Официально? Ну, так. Их штовхали в этот корумпованный варіант. Это один из вариантов. Справа не менее складная налагодження диалогу з людьми по той бік линии розмежка. Сергей А меня в тупик поставил его выражение «Если не хочешь не знаешь как поступать, поступай по закону». По закону, да. А ну, иные случаи, если ты знаешь как поступать, значит, ты можешь поступать не по закону. Какая-то одвусмысленность. Да, это одвусмысленность. И еще самое последнее, так как у нас остается две минутки. Вот уже сегодня опубликовали, распространили видео перепалки между министром внутренних дел Аваковым и главой Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили. Мы сейчас не будем его смотреть, во-первых, у нас нету столько времени, во-вторых, мы его все видели. Вы не видели? Я не успел еще. И вы не успели. Вот показать бы вам. Мы знаем упрощение. Да, вот то, что писалось, это все правда. И были оскорбления, и кидалось стакан с водой, и говорилось, это моя страна, и так далее, и тому подобное. Вот вчера было письмо тройки, президента, премьера и главы парламента. Они говорили о единстве. Вот завтра будет неочередная сессия парламента. Как вы считаете, вот Андрей вас первого. Мы увидим единство или что-то другое? Можливо, мы побачим единство ретельно вдаванную и ретельно смодельованную. Я не думаю, что мы побачим. Ну, если мы пильно будем смотреться, не думаю, что мы побачим единство. Я думаю, пока где-то в детсадовской песочнице мы сидим, и дай Бог, что мы подросли наши руководители. Ну, уже самое последнее. для общего диалога в обществе вот этот инцидент, который уже все смогут посмотреть даже, он будет иметь какие-то последствия? Кто-то писал, что вот это открывается ящик Пандоры, если кто-то говорит, что вы не украинцы, потому что вы получили недавно паспорт, а вот я украинец, потому что здесь родился. ну, одно радует, то, что вот само слово и обозначение, и кто больше патриот выдвигается, как самое большее достижение в данном случае. Все, больше ничего не радует. Я думаю, что насправді наибольшим наслідком этого может быть позитивный эффект. Громадяни снова и снова уверены, что мы не можем доверять долю Украины исключительно тем, кто сила тех или других обставин занимает высокие пости. Мы должны делать снизу, тиснуть на них, брать за себя, чтобы, когда мы приедемо к власти, мы были лучше, чем они. Завершая нашу беседу, хочу просто видео, которое меня поразило сегодня утром, я смотрел, как премьер-министр Канады Джастин Трудо, он общался с представителями комиссии о правде и восстановлении отношений, потому что в Канаде, как мы знаем, было 18 племен, которые жили, и потом пришли новые канадцы, и у них были очень сложные взаимоотношения. Так звание первой нации. Первой нации, да, вот до сих пор идет процесс восстановления диалога и восстановления правды, то есть прошел уже сотни лет, процесс идет, и премьер-министр, он сказал, что я извиняюсь от имени правительства за все то, что плохое сделали именем Канады против первых наций, которые были там. В какой-то момент, я думаю, тоже с обеих сторон надо будет просить прощения за все ошибки, которые были совершены. Но для этого надо быть человеком и храбрым. Благодарю Андрея Куликова, журналиста, и Сергея Захарова, художника, за эту беседу. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok